Добро пожаловать ребята! Сегодняшняя тема график движения путь скорость. Первая задача. На графике приведена зависимость скорости пешехода от времени его движения. С помощью этого графика построите график зависимости скорости этого пешехода от расстояния, который он прошел, в 1 метр в секунду. Из этого графика мы должны построить график зависимости пути от времени. Здесь, как вы видите, в начале пешеход шел со скоростью 2 вода, это 2 метра в секунду. И здесь путь равен 2 умножаем на 4 минуты. Минуты переводим в секунды, 60 секунд. Тогда S1 равен 8 умноженное на 60, 480 метров. Потом пешеход стоит, значит не двигается. И в конце 6 метров в секунду и здесь сколько минут? 4 минут, да? 4 минут, 6 метров в секунду. S2 равен 0, S3 равен 6 умножаем на 4 умножаем на 60 метров. Это будет 240 умножаем на 6. 240, 0, 4, 14. 4 минут, 440 метров. Теперь примерно график построим. Здесь от 0 начинается до 1,5 километра. 1,5 километра. 500 метров, 1000 метров, 1500 метров. И время в минутах. 2, 4, 6, 8, 10. Теперь в начале примерно это 480. равномерно, плавно увеличивается. Потом стоит 2 минуты. Потом еще увеличивается до 1,5 километра примерно. Вот так. Все, мы решили эту задачу. Теперь переходим на следующую. Задача из Олимпиады Росатом, 7 класс. На рисунке показана скорость, график зависимости скорости автомобиля от пройденного им пути S. Какой путь автомобиль прошел за первые 11 секунд? Так, а время 11 секунд, да? Теперь вот первые 10 метров проехал со скоростью 5 метров в секунду. Значит, здесь 2 секунды ехал. Потом следующие 20 метров ехал со скоростью 4 метра в секунду. Значит, 5 секунд. Теперь, видите, первые 7 секунд автомобиль проехал 30 метров. Потом здесь уже со скоростью 2 метра в секунду 10 метров проехал. 10 делим на 2, 5 секунд. Следующие 5 секунд, да? Значит, нам нужны только 4 секунды, которые у нас есть. 4 секунды умножаем на 2 метра в секунду. Значит, 8 метров. Значит, в общем, 38 метров проехал автомобиль. Теперь следующая задача. На графике представлена зависимость скорости от пройденного пути. Найти среднюю скорость на участке от 5 километра до 15 километра. Средняя скорость это общий путь, деленный на общее время. Общий путь нам известно, да? Это будет 10 километров. Теперь нам надо найти общее время. Так, время в первой половине. Вот здесь. И это вторая половина. Ой, сори. Сейчас, не так. От 5 до 15 же. Поэтому вот здесь. Первая половина, это вторая половина будет. Значит, T равен T1 плюс T2. Первая половина. Это 5 километров делим на 20 километров в час. Плюс вторая половина. Вот это будет 15. 15 километров в час. Значит, 5 делим на 15 километров в час. Час будет. Так, это 4. Это 3. 1 делим на 4 плюс 1 делим на 3. Это час. Сюда 3, сюда 4 даем. 7 часов делим на 12. Средняя скорость равен. 10 километров делим на 7 часов делим на 12. 120 делим на 7 километров в час. 120 делим на 7. 17.1 нам надо округлить до десятых. Поэтому 17.1 километр в час. Теперь следующая задача. На графике представлена зависимость телом пути, пройденного телом пути от его скорости. Общий путь это 4L. Общее время нам надо найти. Общее время это первая часть с помощью L путь и скорость в 0. Вторая часть. Здесь 2L проехал со скоростью 3 в 0. Плюс третья часть. Здесь L пройдено со скоростью 2 в 0. Мы сюда даем 6, 2 и 3. Ответ будет 13L делим на 6 в 0. Поэтому средняя скорость равен. Общий путь 4L делим на 13L делим на 6 в 0. L сокращается. 6 умножаем на 4. 24 делим на 13 в 0. Теперь следующая задача. Это две машины. Вот это первая. Вторая. Одновременно начали движение по прямой дороге из Ордатова в Чамзинку. На одной машине регистратор записывал значение скорости в зависимости от пути. Вот здесь. В отел. На другой регистратор фиксировал значение скорости в зависимости от времени. Результаты измерения приведены на двух графиках. Определите расстояние между ними через 8 минут. Через 8 минут после начала движения. Так, теперь вот первая машина рассматриваем. Здесь первая часть 2 км едет со скоростью 40 км в час. Это время равен чему? Сокращаем. Здесь 20 будет. Километр сокращается. Час на 60 минут. Делим на 20. Это 3 минуты. Теперь Т2. Т1. Здесь Т2. Это тоже 2 км, но со скоростью 80 км в час. Километр сокращается. Час это 60 минут. Делим на 40. Это будет 1,5 минуты. Теперь у нас 4,5 минуты прошло. Осталось 3,5 минуты. Так, 3,5 минуты едет со скоростью 60 км в час. Час это 60 минут. Сейчас 60 сокращается. Значит, минут-минус сокращаем. Значит, 3,5 км. Значит, общий путь первой машины здесь, во втором участке, 4 км плюс потом 3,5. Значит, 7,5 км проехал. Проехала машина. Теперь вторая машина. Уже за 8 минут. Так, здесь график В зависимости от Т. Поэтому здесь площадь под графиком. Это будет путь пройденный. Сколько у нас квадратов, ну, параллельно этих прямоугольников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? 8 штук. Каждый прямоугольник, вот эта сторона, 10 метров в секунду. 10 метров в секунду. И вот эта сторона у нас 2 минуты, да? Значит, 120 секунд. 120 секунд. И здесь получается у нас 12 умножаем на 8, это 96,9600 метров. Это 9,6 км. Значит, дельта С равен 9,6 минус 7,5. Это 2,1 км. Вторая машина опережает первого на 2,1 км. Следующая задача, вот здесь, на графике вот так далее. Теперь, автомобил ехал из деревни в город. Со временем качество дороги улучшилось. График зависимости пройденного пути от скорости приведен на рисунке. Определите среднюю скорость. Если в 0, 22 км в час. Так, средняя скорость, это общий путь, 3С, да? Делим на общее время. В первом участке С делено на 0. Во втором участке С делено на 2 в 0. В третьем участке С делено на 3 в 0 будет. Так, теперь здесь общий знаменатель 6. 6, 3, 2, даем. Так, будет 3С умноженное 6 в 0 делим на 11С. СС сокращается. Ответ 18 делено на 11. В 0 это 22 км в час. Умножаем. Будет 2, да? Поэтому средняя скорость это 36 км в час. Следующая задача. Велосипедист с постоянной скоростью 15 км в час курсирует между точками А и Б. Начиная из пункта А. Пешеход курсирует по той же дороге между пунктами А и Б со скоростью. Из пункта Б скоростью 5 км в час. Это пешеход, да? А здесь велик. Велосипед со скоростью 15 км в час. Расстояние между ними равно 10 км. Теперь, через какое время у них произойдет третья встреча? Здесь они начали одновременно. Так, первая встреча происходит где-то здесь, да? Здесь 5Т, здесь 15Т. Значит, 20Т равен 10 км. Но 20 км в часах, значит, время действительное на 20 час. Полчаса. Полчаса это означает, что у нас здесь 2,5 км пройдено. Здесь 7,5 км пройдено. Потом вторая встреча происходит уже в другом месте, где уже вот здесь, да? Велик вот так едет, а пешеход просто вот так прошел. Это 5Т, 2 пусть будет, а это 15Т2 равен 5Т2 плюс 10 км, да? Значит, 10Т2 равен 10, а это 2 равен 1 час. Один час, это означает, что у нас 5 умноженное 1, это 5 км. Они встретились в середине. Это вторая встреча. Это первая встреча. Теперь последняя, ой, третья встреча, которую нам надо найти. Так, если вот так будет, тогда где-то здесь будет третья встреча, да? Ну, так, пешеход прошел вот это расстояние. 5Т3. А велик вот так ехал, потом его догонял, догонял. И вот так, два раза уже объехал, потом еще третий раз начинает. И вот это все 15Т3. И ему, если добавить 5Т3, будет 3 круга, значит 30 км. 20Т3 равен 30. Т3 это полторы часа. Это означает, что они встретились на расстоянии 7.5 км от точки B и 2.5 км от точки A. Следующая задача. По прямой дороге движутся два мотоциклиста. На рисунке представлены графики зависимости их скоростей от времени. Определить, через сколько секунд после начала движения второй мотоциклист обгонит первого на 40 метров. Хорошо. Теперь здесь смотрим. Первые 2 секунды здесь 40 метров пройдено. 2 умноженное 2, 40. А здесь 20 метров. Второй пока что отстает на минус 20 метров. Теперь следующее. Здесь 10 умноженное 2. Это 20 метров. А здесь уже 50 метров. Значит плюс 10 метров будет. Плюс 10 метров. Теперь следующие 2 секунды. Здесь 30 метров пройдено. А здесь 40 метров. А здесь плюс еще 10. Значит в общем плюс 20. Так здесь 20 умноженное 2. Это 40 метров. А здесь у нас 25 умноженное 1. 25 плюс 30 это 55 метров. Здесь еще плюс 15. Значит плюс 35 будет в 8 секунде. Потом следующие здесь 10 метров в 1 секунду. А здесь 15 метров. Плюс 5. Значит плюс 40 будет. Значит это уже 9 секунда. На 9 секунде переезжает на... Второй мотоциклист обгонит первого на 40 метров. Теперь следующая задача. Это 2 машины. Красная и синяя. Одновременно начали движение в одном направлении. Вдоль одной прямой. График в зависимости от скоростей машин. От времени приведен на рисунке. Какое максимальное расстояние было между машинами. В процессе движения. Если при старте красная опережала синюю на 1440 метров. Вот здесь в первые 2 минуты синяя опережает красную. Разница между ними это опережение. Вот такие 2 треугольника. Каждая из них. Здесь 8. Здесь 2 минуты. Это будет 120 секунд. 8 умноженное 120 делим на 2. Но таких 2 треугольника. Поэтому синий догонит красного на 940 метров. Поэтому когда время равен нулю. Красный опережает на 1140 метров. Когда время равен 2 минуты. Уже 1140. 1440 минус 960. Равен 480 метров. Уже опережает только на такое расстояние. Потом красный вот здесь видите. Красный опережает здесь. Здесь у нас 4 таких треугольника. Вот раз, два, три и четыре. Значит еще опережает на 4 умножаем. 8 умноженное 120 делим на 2. Значит. 960 умножаем на 2. Это 1920 метров. Теперь в конце 6 минуты. 480 плюс 1920 это 2500 метров на 2,5 километра опережает красный. Но потом уже здесь синий опережает. Уже максимальное расстояние не будет. Поэтому S-макс равен 2,5 километра. Теперь наша последняя задача. На графике приведена зависимость средней скорости от времени. Видите. В начале средняя скорость, когда в начале равен нулю. И потихоньку увеличивается. Это означает, что в начале скорость равен нулю. Скорость реально равен нулю. Потом скорость постепенно увеличивается. И в пятой минуте уже средняя скорость у нас 12,5 метров в секунду. Это означает, что скорость в А1 два раза больше. Значит 25 метров в секунду. Потому что средняя скорость там будет уже. Так как линейная увеличивается у нас в 0,92. Арифмическая это средняя будет. Потом вот так. До скольких увеличивается средняя скорость? Вот 15, да? 15. Значит в шестой секунде уже скорость будет 30 метров в секунду. Но дальше эта скорость не увеличивается. Остается постоянно. Это означает, что дальше у него скорость постоянная и равна 30 метров в секунду. Из-за этого разница между пятой и десятой минутой равен минус 5 метров в секунду. Хорошо. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Добрый день, ребята. Меня зовут Аханжах Сулак. Я из Эдлайт Академии. Сегодня мы будем проходить графики движения. Круговое движение и река. Уравнение движения. Изменение скорости на единицу времени равно А. А, где А это ускорение. Его можем по-другому так написать. В том случае, если у нас ускорение постоянное. В это конечная скорость. В 0 начальная скорость. Т время. Потом. Уравнение для координаты точки. Таким образом. Х0 это начальная координата. Дальше вы знаете. Давайте теперь посмотрим на этот пример. Нам дана такая координата. Движение точки. Х отт. Теперь нам надо найти здесь. Чему равна Х0. Начальная скорость. И ускорение. Для этого мы его сравниваем с этой формулой. Как вы видите. Х0 это 5. Х0 5 метров. В 0 это 7. Метра в секунду. А ускорение. Равно. Здесь ускорение. Деленое на 2. Равно 2. Значит ускорение. 4 метра на секунду. В квадрате. Графики движения. Нам дан график. Х в зависимости от Т. Теперь отсюда нам надо найти. ВАТ и АТ. Это ускорение в зависимости от времени. И скорость в зависимости от времени. Для этого давайте используем оранжевый свет. Из этого графика. Как вы видите. С 0 до 2 секунд. Она меняется линейно. Используя эту формулу. Находим скорость. Конечная координата это 0. А начальная координата минус 2. Деленое на время 2. 2 на 2 это 1 метр в секунду. Потом. Здесь. Скорость равна чему? Изменение координаты. Здесь у нас 3. А был 0. 3 минус 0. Деленое на время. Изменение времени. 1. Поэтому здесь 3 метра в секунду. Постоянная скорость. А здесь у нас х вообще не меняется. Поэтому скорость равна 0. Так. Мы теперь можем. Так. Написать. В первые 2 секунды. Скорость равна 1 метр в секунду. Потом. 1 секунд. С 2 до 3. Будет 3. А потом дальше до конца. До 7 секунды. Скорость равна 0. Скорость у нас постоянная. Поэтому. Ускорение в общем. Всегда равен 0. Теперь. Следующая задача. В от. Скорость. Зависимость скорости от времени дана. Нам надо найти. Зависимость координаты от времени. И ускорение от времени. Первые. 2 секунды. У нас скорость постоянная. Зависимость ускорения 0. Так. Потом. Здесь. Как вы помните. С предыдущего урока. Площадь равна пути. Или изменения. Перемещения. Здесь. 10 умноженное на 2. 20 метров. Потому что у нас это прямугольник. В минус сторону. В начале. Ладно. Давайте. Сперва все найдем. А потом. Здесь у нас изменения. Равен чему. Теперь. 1 секунда. И 10. Еще треугольник. Один умноженное. 10 умноженное на 2. 5 метров. В минус сторону. Это минус. Потом. Здесь. Таким же образом. Но только будет. Плюс 5 метров. Потом. С 4 до 5. Будет постоянная. Скорость. Это. 10 метров. А потом. В. 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 Если это длина. А. И. В. Высота. А. Тогда. У этой трапеции. Площадь будет. А. Плюс. В. Умноженное на. А. Теленый на. Поэтому. У. Нашей. Трапеции. В. 10. А. 20. Толщина. 2 секунды. Поэтому. Находим. Таким же образом. Два-два закрешает друг друга, значит 30 метров, да, давайте, у нас здесь 30, да, минус 20, 10 в начале, минус 10, плюс 10, да, 30 и меняется, хорошо, тогда вот так я могу сказать, 30, 20, 10, минус 10, минус 20 будет, в начале у нас 10 же, потом это меняется на минус 20, значит так получается, потом она меняется, скорость меняется, значит координата будет парабола, квадратичное уравнение, потом, вот так будет, примерно, заново минус 10, потом постоянная скорость, значит, меняется, вот так, линейно меняется, нет, нет, до 5 секунд, потом у нас идет изменение до 30 секунд, это должно быть здесь, вот парабола, примерно, вот таким образом получается, ускорение, ускорение между 2 и 4 секунд, будет 10, минус, минус 10, деленное на 2 секунды, 20 на 2, значит 10 будет, 10 метров в секунду, потом, с 4 до 5 секунд, у него ускорение равен 0, потому что скорость постоянная, а потом, с 5 до 7 секунд, будет 20, минус 10, деленное на 2, значит 5, вот так, можно показать, это пусть будет 10, это 20, с 2 до 4 было, извините, здесь 5, а здесь 10, с 2 до 4 10 был, потом, с 4 до 5, было 0, потом, с 5 до 7, у нас так получилось, вот правильно мы сделали, теперь последний пункт, последняя задача, так, графическая, в начале минус 10 было, минус 10, потом 20, потом 0, да, в графике АТ у нас площадь будет равен чему скорости, потому что скорость, дельта В равен чему А, дельта Т, поэтому вот здесь 10 умножен, минус 10 умноженное 2, это минус 20 метров в секунду, в начале был минус 20, и минус 20 минус 40 будет, 20, это 20, это 40, и это 60, у него и так минус 20 было, потом минус 40 будет, линейная, измеряем, вот эта площадь равен чему, 20 умноженное на 3, да, это 60, 60 минус 40 плюс 60 это 20, поэтому вот так, ага, потом скорость постоянная, вот, мы получили график скорости в зависимости от времени, теперь X-АТ находим, для этого давайте используем другой свет, здесь нам надо найти вот эту площадь, первая часть, это трапеция у нас, трапеция А минус 40, В минус 20, а высота H равен 2, значит, минус 60, 10 умноженное 2, деленное на 2, там минус 60 метров, Дельта X1, ага, минус 60, да, потом здесь, по второй части, треугольник у нас, здесь 40, а здесь двойка, 40 умноженное на 2, деленное на 2, 40, это минус, минус 40 метров будет, давайте, вот этот график нам не понадобится, по-другому будет, теперь последняя часть, это тоже можем сказать, как трапеция, да, нет, давайте поделим его, потому что здесь скорость меняется по-другому, и здесь треугольник, 1 умноженное 20, или на 2, 10 метров, и с 5 секунд до 8, будет 3 умноженное 2, 60, поэтому, вначале у нас 10 было, потом минус 60 будет, потом минус 40, здесь до минус 90 доходит, потом плюс 10, плюс 60, и в конце концов, минус 20 будет. Так, сперва анализм сделали, и вот так, X, и время, 2, 4, 6, 8, здесь, минус 20, минус 20, минус 40, минус 60, минус 80, вначале здесь у нас 10, пусть будет это в метрах, время в секундах, с 10 до минус 50, вот так-то ходят, давайте, оранжевый цвет, первые 2 секунды, параболически меняется, потом, здесь уже в положительную сторону ускоряется, значит, от минус 50, до минус 90, будет, так, ага, потом, положительную сторону 10 метров, потом, у него скорость постоянная, значит, не-не-не-не, равнений будет, 60 метров, значит, там минус 20, вот, все. Следующая задача. Найдите с помощью графика в зависимости координаты от времени, в момент времени, вместо соударения частиц, движущихся по одной прямой, скорость первой частицы В, скорость второй В пополам, в первые частицы в момент времени Т0 имеет когнату Х0, второй Т1 имеет когнату С равно А. 1, 1, и, кстати, 1, 1, пусть у него будет такой график, и где у него скорость А, 2, это Дельта Х на Дельта Т, здесь, в клетках, это типа 2 на 2, значит, одна клетка на одну клетку, а вот второй, допустим, вторая, тоже в положительную сторону двигается, пусть это будет А, это 0, у нее в два раза меньше скорость, значит, одна вторая, так, вот, и вот этот перекресток, это место встречи, по уравнению его пишем так, равно, это место встречи, это, два В, два, извините, два А на В, круговое движение, в круговое движение есть такие понятия как Т, Т это период, сколько времени уходит на один оборот, время оборота, любой оборот, это может быть круг, может быть просто колебание, время оборота в секундах измеряется, следующая вещь, вот это НИУ, греческая буква НИУ, это частота, частота, сколько, сколько раз в одну секунду, он делает оборотов, и оборот в секунду можем написать, или секунд минус первой степени, или его назвать ГЦ, ГЦ это в честь великого физика Герца, Омега, это греческая буква Омега, это угловая скорость, угловая скорость, у него единица измерения радиан в секундах, в секундах, потом, главную формулу напишем, период, это 1 деленное на частоту, Омега равна угол на время, как скорость, или линейная скорость, называем, в круговом движении, это путь на время, они очень похожи, поэтому, если с ускорением будет, С, П0, плюс, АТ квадрат пополам, ТТ будет, таким же образом, Омега 0Т, плюс, Эпсилон Т квадрат пополам, Эпсилон это угловое ускорение, если такое движение будет, тогда, уравнение очень похоже, потом, линейная скорость, равна Амели, умноженной на r, или это, из длины дуги, можем взять, вот этот угол, если θ, радиус r, дуга равна r, умноженной на θ, где θ в радианах, 180 градусов, равно π радиан, 3.14, радианов, таким же образом, можете, перевести угол, радиана, в коклетере, надо быть, очень аккуратным, давайте, теперь, решать задачи, на эту тему, корабль, спутник, Восток-5, космонавтом, Николаевым, на борту, совершил, 64 оборота, за, допустим, 95 часов, определить, среднюю скорость, и орбиту корабля, можно считать, круговой, отстоящей, от поверхности земли, на расстоянии, 230 км, вот если земля, вот это будет орбита, радиус земли, плюс высота, длина, длина, равна чему? 2πr плюс h, скорость, как можем найти? Длина, деленная на, период, на время, нет, на период, а у нас, период же, равен, t, деленный на n, потому что, период, это время, на один оборот, его, таким же образом, можем написать, n, 2π, r, плюс h, деленный на, t, отсюда, вставить, численные значения, до конца, добивайте, следующая задача, равномерно движущаяся, по окружности, точка, делает пол наоборот, за 5 секунд, чему равна угловая скорость, так, угловая скорость, сразу, формула, 2π на t, да, значит, 2π, или она, 5, это, 0.4π, ну, в физике, если, мы берем, 3, иногда, можем так брать, тогда 1.2 радиян в секунду будет. Чему равен угол поворота? Угол поворота, это угловое скорость, умноженное на время, поэтому угол поворота будет 2.4 радиян. в градусах, это, будет, 2.4, умноженное, 180, деленное на π. π, это, тройка, значит, у нас, 2.4, умноженное на 60, будет, так, 6, умноженное на 2, 12, 14, 14, 144 градуса. Диск равномерно вращается относительно оси, проходящего через его центры и ему пупеникулярные. Линейная скорость края диска равна 3 метра в секунду, а на расстоянии L ближе к оси 2 метра в секунду. Вот диск находится, и у нас это расстояние ближе на L, да? Вот, допустим, если радиус R, тогда здесь скорость E1 равен чему? Омега R, да? А V2, вот эта скорость V2 равен Омега R минус L. Частота вращения, частота, это Омега, деленное на 2P. Теперь, отсюда, из этих двух уравнений, если V1 минус V2 сделаем, тогда получается Омега L. Это будет 2P, nu L. Вот отсюда мы частоту находим. V1 минус V2 деленное на 2P, L. Вот. Две точки, M и K движутся в окружности с постоянными угловыми скоростями. В начальный момент между ними угол P на 3. Это 60 градусов, да? Через какое время точки встретятся? У K скорость 0.3, у M 0.2. Значит, K его должен вот так, таким образом пройти, да? Чтобы его догонять. таким же образом, если относительно M, относительно M, скорость K равен чему? Омега K минус Омега M умноженное на радиус R. Путь, который он проходит, это радиус, умноженный на 2P минус P деленное на 3. Здесь тройка дадим. 5P деленное на 3R. В этом время будет путь, который 5P деленное на угловую скорость. Не угловую скорость, а просто скорость. R, R сокращается. Ответ будет 5P деленное на 3 Омега K минус Омега M. В свою очередь, это если тройка сокращается, будет 50 секунд примерно. Колесо радиусом 2 метра пробуксовывая катится по ровной горизонтальной дороге. Найдется скорость центра и угловой скорости. Если известно, что скорость нижней точки направлена налево 2 метра в секунду, верхняя направо 10 метров в секунду. Она вращается таким образом. Поэтому скорость нижней точки будет Омега r минус скорость центра. А сверху будет Омега r плюс v. в равно v равно v2. А омега r минус v равно v1. Отсюда если мы будем их друг к другу плюсировать, тогда омега будет v1 плюс v2 деленное на 2 r а скорость будет если первое уравнение отнимем у первого v2 минус v1 деленное на 2 пи нашли Сколько раз в сутки встречается часовая и секундная стрелка часов? Часовая стрелка и секундная У секундной частота вращение намного быстрее у него 2p деленное период это сколько секунд он за 60 секунд вращается а часовая часовая вращается за сколько секунд за 12 часов значит 2p деленное на 12 умноженное на 3600 секунд и что сколько раз встречается это будет угол который он проходит n2p относительно часовой стрелки умноженное на время где время это 24 часов умножить и н будет если открыть скобку минус 1 это сколько 24 взаимно 60 4 12 4 3 4 4 5 и мукура козбек и мукура в 12 часов от козбека к мукру стартовал плот и катер плот и катер доплыв до мукры катер развернулся и повернул обратно и встретился с плотом в 14 часов вот катер приходит он сделал такой путь а плот только сделал такой плот при этом поплыл 4 километра это расстояние будет 4 километра в какой момент прибыл катер в мукры скорость течения реки и скорость катера стоящей в воде считает постоянным красный берем плот движется со скоростью реки ю а катер движется когда по направлению реки у него скорость в плюс ю это против течения будет у него скорость и нам надо найти время через которое он достиг мукро давайте напишем уравнение 10 километров значит эта часть будет 6 километров нам нужна время которое 10 километров деленное на плюс ю а за два часа ю умноженное на 2 равно 4 километра два часа ю находим это два километра в час шесть шесть километров и здесь за два часа нет вот так напишем в плюс ю умноженное на т это 10 километров а в минус ю умноженное на два часа минус т будет шесть километров теперь чтобы найти неизвестные неизвестные два уравнения отсюда можно найти скорость катера в стоящей воде и время в плюс 2 умноженное на т равно 10 в минус 2 минус 2 минус вставляем вместо скорости 10 на т минус 2 10 на т минус 2 минус 2 минус т равно шесть нам нужна еще одна страница 10 минус 4 t умноженное умноженное 2 минус 100 равно 6 t проверим это все правильно или нет вроде правильно откроем скобки 20 минус 10 t минус 8 t плюс 4t квадрат равно 6t теперь теперь 4t квадрат минус 24t плюс 20 равно нулю мы все можем поделить на 4t квадрат минус 6t плюс 10 равно нулю так отсюда дискриминантом находим 6 плюс минус 36 минус 4 умноженное на 10 деленное на 2 дискриминант не выходит еще раз проверим сейчас я сделал здесь ошибку извините 20 делен на 4 это будет 5 а здесь используя теорему Виета можем таким образом найти и уравнение там минус 1 равно нулю значит у нас время 5 часов и 1 час так скорость находим скорость это 10 деленное на t минус 2 теперь в первом случае скорость будет равен нулю во втором случае скорость равен 8 2 5 часов это по-любому не будет потому что 2 часа же там значит у нас ответ 1 час и скорость катера 8 метров в секунду теперь 2 моторные лодки стартовали от причала в сторону Омск скорость первого катера была 9 узлов скорость второго 11 в середине пути 1 катер увеличил скорость до 11 2 катер в некоторой точке А и Б уменьшил скорость до 9 на финише выяснилось что до точки Б он плыл ровно половину времени какая из точек ближе к Павлодару А или Б чему равно расстояние от точки А до точки Б то известно что от места старта до финиша расстояние 3.6 миль хорошо давайте теперь вместе Павлодар и Омск напишем 1 9 2 двигается с скоростью 11 все все расстояние равно 3.6 миль 2 2 1 катер 1 катер в середине увеличил скорость до 11 12 а это середина 々 а pinpoint 반 оплыл и ровно половину сей времени. 11 умноженное на Т пополам плюс 9 умноженное на Т пополам равно 3.6. Отсюда время будет 0.36 часов. И мы сразу расстояние находим. 9 умноженное на 0.36 часов будет 0.18 умноженное 9.1.62 миль. А половина же у нас 1.8, поэтому здесь у него будет ближе. Вот это расстояние 1.8 миль. И чему равна расстояние от точки А до В? Дельта Л равно 0.18 миль. Да, все, мы решили эту задачу. Следующая задача. По прямой реке с постоянной скоростью 5 метров в секунду плывет баржа длиной L. На корме баржи стоит матрос. Он начинает ходить по барже от кормы к носу и обратно. Вперед он идет с постоянной... Вперед он идет с постоянной скоростью 5 метров. Двигается со скоростью 5 метров в секунду. Длина 100 метров. На корме стоит матрос. Вперед относительная баржа 1 метр в секунду. Назад он 2 метра в секунду. Относительно берега он сколько пройдет? Время находим, когда вперед идет за 100 секунд, когда назад идет за 50 секунд. И он туда-обратно, вот так, 150 умноженное на 10, 1500 секунд идет. Так как он вернется в свое место, на корме он стоял, на корме будет стоять. Тогда путь, который он проходит, U умноженное на 5000, это 7.5 километров. Пристань B расположена ниже пристани A по течению реки. Между A и B курсирует лодка и катер. Лодка стартует из A одновременно с катером, стартующим из B. Лодка отсюда, а катер с точки B. Когда лодка подходит к пристани B, она разворачивается, затрячивая на разворот при неможемом малое время. Идет обратно, затем доходит до пристани A. Так далее идет. Катер тоже аналогичным образом. Первая встреча катер и лодка произошла через 1 час после начала движения. Когда катер после первой встречи подошел к пристани B, лодка прошла 3.5 километров. Опять расстояние между A и B. Пусть будет V2, у лодки V1. Теперь через час они встречаются. Значит, V1 плюс U плюс V2 минус U умноженное на 1 час. Это расстояние между A и B. Значит, V1 плюс V2 это S деленное на 1 час. Это первое уравнение. Второе уравнение. Когда катер подошел к A, а лодка прошла только 3.5. Это расстояние. Значит, V1 минус U умноженное на время. Это полное расстояние. У него только 3.5. Проходит лодка. Отсюда 3V2 минус 3U равно 5V1 плюс 5U. Такое уравнение получается. Вторая встреча катера и лодки произошла у пристани B, куда они прибыли одновременно. Теперь мы можем написать 2.5 часть V2 плюс U. Теперь катер по реке движется. Нужно 2 длинные 5 части. Потому что вот эта часть 3 длина 5, а остальная часть длина 5. Вот лодка теперь проходит весь путь. Равно V1 плюс U умноженное на T. Теперь находим такое уравнение. что нам нужно найти? Через какое время после начала движения катер подошел к пристани А? Хорошо, час. Так, здесь я сделал ошибку. Здесь будет 8. Давайте теперь находим время. V2 минус U умноженное время равно чему? S α. Теперь следующая страница будем решать. U умноженное на T равно 1 плюс V2 умноженное на 1 час. Так, 3. 5V1 равно 3V2 минус 8U. Или 2V2 минус 3U. Отсюда мы V2 находим. Она равна 5U. И 5V1 равно 3 умноженное на 5U минус 8U. То есть 7U значит V1 7U на 5U. Вставляем вместо V1 и V2 U. Тогда время находим. 7U плюс 5U. Нужно 1 час деленное на 5U минус U. То есть 5 даем. 25 плюс 7 это 32U час деленное на 4U. Сокращается. Время будет 8 часов. Обредите через какое время после первой встречи произошла вторая встреча. Вторая встреча. Вторая встреча. V1 плюс U умноженное на T2 равно SAB. Которая равна чему? V1 плюс V2 умноженное на 1 час. И T2 таким же образом находим. V1 плюс V2 это 32 деленное на 5U. В это будет 6U. правильный адом. Врен SMS тем лучше помню. В это будет 31U. Ответ 32U на 30 часов или 23 уerv About 3 часов или 16U на 15 часов. Через какое-либо время после второй встречи произойдет третья встреча. Посмотрим, теперь они оба в эту сторону будут двигаться и катер таким образом сюда, а лодка не достигает точки А, потому что это невозможно, катер быстрее. Так, у них время одинаковое будет в один минус Ю умноженное то это будет расстояние Х, плюс время, это Х, вот это расстояние, С минус Х, Та один равен С делим лена, В два минус Ю, Т два равно С минус Х делим лена, и вот эти Та один плюс Та два здесь равен Та. Так, пишем. И нам надо найти вот это время Х. Х это В один минус Ю умноженное Та. Так, теперь чуть-чуть сократим это все. Здесь будет В один плюс В два умноженное 1 час деленное на В два минус Ю плюс В один плюс В два умноженное 1 час минус В умноженное на Т деленное на Равно Та. Так, 32 на 5 Ю делим на 4 Ю плюс 32 на 5 Ю минус, минус 2,1 минус это 7,2,5 минус 1 это 2 на 5U можно это делим на 6U равно там UU сокращаем здесь будет 8,7 на 5 плюс 32 минус 2T делим на 5 умноженное на 6 равно там что даем 6 и 48 плюс 32 минус 2T равно 30T здесь будет 80 равно 32T значит время 3 встречи 80 линадо 32 часов до свидания до свидания до свидания